Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы присоединились к нам для исследования Слова Божьего. Мы начинаем новый квартал изучения Слова Божьего. Этот квартал довольно-таки интересная тема – Трехангельская весть. Вы знаете, что в середине XIX века этот мир посетило очень много ложных идей. Это Маркс, Ниши, также Дарвин принесли целый ряд идей о коммунизме, о том, что Господь не существует, что Он умер, или теория эволюции. И поэтому Бог не мог оставаться в стороне. Он выдвинул движение, Он создал движение, которое поручил проповедь Трехангельской вести. И на протяжении следующих трех месяцев мы будем именно об этой теме говорить. Дорогой Господь, Творец неба и земли, Отче наш, мы от всего сердца благодарны Тебе за то, что вновь можем прикасаться к Слову Твоему. Мы благодарим Тебя за то, что Вел нас на наших всех предыдущих встречах. И мы верим, что Дух Святой работал не только в нашем сердце и в нашем разуме, но и в сердцах, разуме, жизни, тех людей, которые слушают нас. Поэтому сегодня мы опять обращаемся к Тебе, чтобы Ты вел нас Духом Твоим Святым. Помоги, чтобы исследование Слова Твоего, оно преобразовывало нашу жизнь, помогало понимать роль, которая сегодня возложена на каждого христианина и изменяло нашу жизнь, делая ее все большим и большим отражением Твоей жизни. Храни нас, веди нас, Господи. Тебе добудет за все честь, слава и благодарение. Аминь. Итак, в этом квартале мы будем в основном в книге Откровения. И мы начнем изучение нашего сегодняшнего урока. Это Откровение, 12 глава, с 7 по 9 стих. На небе началась война. На одной стороне сражались Михаил и его ангелы, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами. Но дракон оказался недостаточно силен, и он со своими ангелами потерял свое место на небесах. Этот великий дракон – древний змей, которого называют дьявол и сатаной. Он, обольщающий весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. Как в таком совершенном мире небеса, где Господь царствовал на протяжении веков, могла произойти война? Что произошло? Что случилось? Да, это парадокс. Есть такая поговорка, говорят, от добра добра не ищу. Правда? И вроде, когда мир идеальный, когда все хорошо, когда вокруг тебя царит радость, счастье, гармония, вечная жизнь без какой-то тени, чего-то плохого. Кажется, что при таких обстоятельствах невозможно, чтобы что-то вот испортило вот эту атмосферу. Но в том-то и дело, что грех называют в Библии великой тайной. Каким образом в голове ангела, который был создан, скажем так, для того, чтобы пребывать в присутствии Божьем, чтобы отражать его славу, который был руководителем войска небесного, как мы еще находим в Библии, чтобы у него родилась зависть по отношению к Богу, и он захотел быть равным Богу, мы не сможем, наверное, объяснить. Мы можем только констатировать факт, что причиной вот этого бунта и этой войны, о которой здесь пишется чуть позже, причиной было восстание одного ангела, который захотел, чтобы ему поклонялись точно так же, как поклоняются Богу. Этот факт, что возникла война на небесах, о чем она свидетельствует? Ведь Господь – это всесильный, Он всемогущий, Он мог сделать так, чтобы не было этой войны. Из других книг Священного Писания в Ветхом Завете мы видим, как библейские авторы пытаются раскрыть эту ситуацию с разных сторон. Это и книга Иова, и книга Исаии, и книга Езекииля, где показывается мир, который сотворил Бог, и существа, которые Он сотворил. Он творит свободных существ. Он выстраивает отношения на основании любви, взаимопонимания, поддержки. И все-таки появилось существо, которое возомнило себя на месте Бога. И оно решило, что жить по этим принципам не совсем так верно. И поэтому Бог мог уничтожить его одномоментно, и мир продолжался бы дальше существовать. Но вопрос остался бы в умах тех, кто наблюдал за этой ситуацией. Может быть, все-таки этот падший ангел говорил правду? Может, Бог на самом деле все выстраивает не из-за любви, а из-за диктатуры, из-за своей власти, из-за своего могущества? Поэтому Бог дал возможность проявиться во всей полноте, чтобы все увидели. Удивляет меня вот эта картина, когда всесильный Бог, могущий решить это, как Саша сказал, вопрос во мгновение ока или по щелчку пальца, Он дает возможность этим событиям развиваться. Сегодня очень часто представляют Бога вот именно таким тираном, который хочет, чтобы было только все по Его, который не приемлет ни повиновения, ни послушания. И как только что-то такое проявляется, Он сразу же это все уничтожает. Но именно эта ситуация, то, что есть дьявол, как ни странно бы это сейчас звучало, но то, что Бог дал возможность Люциферу продолжать свое действие, как раз говорит о невероятном уважении Божьим по отношению к свободе каждого разумного существа. Вот вы двое уже не один раз говорили о свободе. Ну вообще, что это такое, свобода? Потому что сегодня современный мир понимает свободу как вседозволенность. О чем здесь говорится? Свобода. Что это такое? Я бы сказал, право на ошибку. Потому что если тебе не дают возможности ошибиться, то по сути у тебя нет свободы. Знаете, как говорят, шаг влево, шаг вправо расстрел. Вот это отсутствие свободы. Ну и мне кажется, что обычно люди, которые так говорят, ну почему Бог не уничтожит сразу? Почему ты из-за этого дьявола, из-за всего того, что я дам и ела сделали, мы должны страдать? Они забывают другие истории. Истории своей жизни, истории библейских книг, где Бог даже со своими детьми, которые ошибаются не раз, Он дает им время проявить себя до конца. И суть Божья совершается не сразу. Поэтому свобода – это возможность сделать выбор. Быть с Богом, принять Его условия, следовать за Ним и за любви, или отказаться от Бога. Пожалуйста, я не хочу, может быть, с тобой, я не хочу тебя любить, я хочу быть другой личностью. Бог дает нам это право. Но Он, как любящий Отец, Он показывает, какой путь вместе с Ним и какой путь без Него. Знаете, для меня лично вот этот момент, что вообще возник дьявол, она говорит очень громко о том, что Господь уважает свободу настолько далеко, что Он готов, как говорится, пойти с этим существом, пройти, сделать все возможное, чтобы вернулся Он. Посмотрите, я думаю, что вы оба выросли в бывшем Советском Союзе. Мы помним съезды коммунистической партии, где все были согласны. Все голосовали за. Сто процентно. Сто процентно было. Единое гласие. И мы видим, что в этом есть проблема. Потому что сам Бог, Он уважает свободу выбора. И свобода воли является вообще фундаментальным принципом правления Бога. Можем ли мы сказать, что свобода для Бога настолько свята, что она является неприкосновенной даже самим Богом? Абсолютно. Я согласен с этой мыслью. Вы знаете, меня в этой идее, что еще поражает, если посмотреть на практическую сторону этого вопроса. Но сегодня можно часто услышать, как говорят, вот, растлевающий Запад, там развивается вот эта идея об однополых браках, там вот всякие вот такие штуки с разными цветами, голубыми, розовыми и так далее. А я вот о чем думаю. Если Бог разрешил сатане или Люциферу, да, восстать против него, то является ли нашей задачей сегодня там притеснять, убивать или там, я не знаю, позорить как-то, обливать грязью людей, которые тоже захотели стать на сторону дьявола? Ну, давайте так будем говорить открыто. Может, они это делают неосознанно, но по большому счету оно так получается. Но выходит, что нет. Мы должны проповедовать истину. Вот Божья модель семьи, вот Божья модель принципов моральных, вот как оно выглядит, а не тратить свое время на то, чтобы там осуждать, критиковать или обливать грязью людей, которые поступают каким-то образом по-другому. Да, мы видим, что Христос, Он умеет отделять грех от грешника. И Он делает, Бог делает все возможное, чтобы спасти человека, а не утопить его. Ну, тогда из этого вытекает следующий вопрос. А можно ли любить вне свободы, не имея свободы? Я думаю, что нет. Если ты не свободен, значит, ты не любишь. Кто-то уже запрограммировал тебя на то, чтобы ты подчинялся. Я слышал такие выражения, что некоторые говорят, что не важно любить, главное уважать, подчиняться. То есть, он твой господин, ты должен за ним следовать, как за господина. Бог говорит, нет. Я хочу, чтобы вы меня любили. И это был ваш осознанный выбор. То есть, мы видим, что для Господа свобода выбора настолько священна, что он не прикасается даже к этому моменту, потому что в свободе только может процветать истинная любовь. И вот эти взаимоотношения Господь именно ценит, когда ты любишь его от свободной воли. Потому что Бог мог, знаете, этот компьютер кто-то создал. И человек, который создавал этот компьютер, он очень мог вложить такую программу, что открывай этот компьютер, ты каждое утро открываешь, и он тебе говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. Но ты никакого тепла от этого не получаешь. Тебе нужен человек, который по свободной воле может тебя любить. И вот это Господь ценит очень и очень глубоко. Он смел хвостом своим и сбросил на землю треть звезд небесных. И стал после этого перед женщиной, готовой родить, чтобы когда разрешится она младенцам пожрать его. И родила женщина сына младенца, коему предстояло посохом железным пасти все народы. И вознесено было это дитя к Богу, к престолу его. А женщина скрылась в пустыне, в том месте, где было приготовлено для нее Богом. Там окружена она была заботой 1260 дней. Итак, Откровение, она, конечно, символическая книга, очень много символов используется. Давайте мы с вами постараемся как-то более-менее определиться, кто такой дракон, кто такая женщина, младенец, железный жежел, что эти символы в действительности означают. Ну, о драконе мы уже ниже сегодня читали, что это тот, который называемый дьяволами сатаной. То есть тут четко сказано, о ком идет речь. Так, женщина. Женщина, значит, существует определенная христианская традиция, католическая традиция, которая говорит, что это женщина, это есть мать Иисуса Христа, Дева Мария. Но, глядя на контекст его, всей книги Откровения, на контекст Священного Писания, мы видим, что здесь используется собирательный образ. Вот, это собирательный образ церкви, церкви Христовой. Будь то церкви, которая была в Ветхом Завете, в общем-то, сейчас здесь она имеется в виду, потому что именно в церкви Ветхого Завета появился младенец, с которым мы чуть божием скажем. Поэтому мы должны это четко как бы для себя разделять. И в Священном Писании очень много таких аллюзий, примеров, где церковь сравнивается с женщиной. Как она одета? Апостол Павел говорит, что я хочу представить вас невестой, обрученной Иисусу Христу. Мы говорим, что это церковь. Да. Но, судя по этому тексту, мы видим, что эти события еще как бы касаются и Ветхого Завета, как мы понимаем. Что мы можем по этому поводу сказать? Саша подчеркнул. Да, я хочу вот именно подчеркнуть этот момент, потому что очень многие концентрируются и говорят, что это новозаветняя церковь. Но вообще, если мы глубже посмотрим, что это говорит? Да, вот мы видим в первом тексте, мы же начали четвертую читать, она была, смотрите, как женщина, облаченная в солнце, по ногами у нее луна, на голове венец из 12 звезд. Значит, мы вспоминаем сон Иосифа. Вы помните, там звезды, там луна, значит, 12 звезд, это 12 колен израилевых. То есть, мы видим, что это церковь Божья, церковь Ветхого Завета. Именно в этой церкви должен появиться этот младенец. Это очень интересное пророчество из книги Откровения, потому что оно перетекает из одного в другое. Потому что уже в других местах той же книги Откровения мы будем говорить, что церковь это новозаветнее, что женщина это новозаветнее церковь, когда она, вот даже в этом разделе, когда она в пустыню пойдет и так далее. То есть, для Бога понятие церкви это не какой-то, ну, то есть, Саша уже сказал это выражение, это собирательный образ, но я теперь скажу собирательный образ во времени. Он в какой-то момент мог относиться к одной семье, когда мы говорим о Ное, о его, и его сыновьях, и там, ну, вот этом семействе. Потом она могла относиться к одному народу, как мы уже говорили сегодня, израильский народ, а позже она будет относиться не к какому-то народу или к какой-то семье, она будет относиться к каждому человеку, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И это уже будет вне зависимости от нации, от языка, от культуры. То есть, это, это красная нить верного остатка, верного народа Божьего, который проходит, начиная от самого творения до самого конца, проходя через весь Ветхий Завет, Новый Завет и до самого конца. Просто мы, как бы, культурно разделяем Церковь уже, как бы, Новый Завет, но, в принципе, это поток, который идет от самого начала и будет идти до самого конца. И, как ты уже говорил, младенец это... Да, младенец это Иисус Христос, Мессия, который был обетованием для Ветхозаветной Церкви и осуществлением уже, как мы скажем чуть позже, в Новозаветной Церкви. А что такое жезл? Железный жезл? Какой это символ? А это у нас, если я не ошибаюсь, Псалон 2, где нам будет, есть пророчество о Мессии, который придет и будет пасти народы жезлом железным. Это символ власти, символ могущества, символ величия, которым обладает только Мессия. Наверное, это отражение слов, где Христос сказал, что да нам не всякая власть на небе и на земле. Помните? Перед тем, как он будет отправлять учеников, давая им поручение проповедовать Евангелие. То есть, это как раз и символизирует ту верховную власть, которой обладает вот этот младенец или Иисус Христос. Спасибо большое. Нам надо привыкать к этим символам, потому что в следующих уроках мы будем очень много говорить о символике, в книге Откровений, поэтому это только начало, базовое понимание. Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнес, «Наступило спасение, могущество и царство нашего Бога. Власть теперь у Его Христа, обвинитель наших братьев, обвинявший их день и ночь перед Богом низвержен». Итак, здесь говорится о победе Мессии, о победе Иисуса, да, но что является самим центром Его победы? Вот, вот именно, как бы, если бы мы это все сжали и сказали бы, вот это самая главная точка, которой мы говорим, что вот это есть победа. Я хочу начать чуть издалека, потому что, ну, изначально вся же земля была создана Богом, люди были созданы Богом, поэтому зачем Богу что-то побеждать, чтобы свое называть своим. Но, как ни странно, мы уже говорили в начале о свободе выбора, эта свобода выбора привела к тому, что земля была отдана в руки сатаны, потому что Бог, когда создал Адама, Он отдал ему правление этой планеты, и Он сказал «плодитесь, размножайтесь, владейте, наполняйте». Но, апостол Павел позже скажет, что не знаете ли вы, кому поклоняетесь, тому становитесь слугами или рабами. И когда Адам и Ева, они прислушались к дьяволу, то по сути они сделали его своим господином, а это означает, что власть над планетой и всеми живыми существами она теперь была в его руках. Поэтому Христос, хотя и является создателем и Богом, но из-за того, что Он дает право выбора и свободу человеку, Он признал власть сатаны на этой земле. Вы помните, Он однажды сказал, вот идет князь мира всего. Он признал фактическую его власть. Но чтобы эта власть не оставалась в руках сатаны, эпогеем вот этого плана спасения, как мы называем его, является Голгофа. Потому что смерть Иисуса Христа на Голгофе это момент искупления. И теперь опять-таки и человечество, и планета перешла обратно в руки Христа. Хотя я, наверное, сделаю небольшое уточнение. Она не то, чтобы перешла автоматически. Открылись двери для того, чтобы каждый, кто захочет пройти и вернуться обратно под крыло Бога, у него была эта возможность. Поэтому с того момента тот, кто обвинял, как здесь сказано, братьев наших, то есть это тех, кто захотел быть с Богом, он теперь не имеет силы, потому что Христос его победил. И вот эпогеем всего этого была как раз Голгофа. Да, книга пророка Ио показывает нам, что дьявол приходит как представитель земли, и что он там делает? Он обвиняет Ио перед Богом постоянно. Мы видим, что план спасения, он вообще-то большой план спасения. Он еще был создан до создания мира сего и с самого начала согрешения человека, до самого конца этот весь план спасения, который Господь ведет. Но самым центром, самым важным моментом является его смерть на Голгофском кресте, где он побеждает именно дьявола Люцифера своей смертью. Как эта победа напрямую связана с нашим спасением? Есть ли какой-то момент, который мы можем сказать, что вот да, именно поэтому мы спасены? Ну, я бы так сказал. Логика Священного Писания такова. Наказание за грех смерть, апостол Павел говорит. И вы знаете, что речь даже не идет о той смерти, которой мы сейчас умираем. Потому что эту смерть Библия называет сном. И Христос говорит, что он однажды перейдет, чтобы разбудить. Но в Священном Писании мы находим понятие второй смерти в озере Огненном. И это смерть навсегда. Поэтому огонь этот и назван вечным. То есть его действие, результат его действия будет навсегда. И по сути этой смертью должен был бы умереть человек за свой грех. Потеря навсегда. Но то, что Христос умирает вместо человека, это как раз и дает человеку шанс вернуться обратно к вечной жизни. Но когда мы читаем с вами книгу Откровения, мы видим, что в этой книге очень часто встречается слово победа. Бог не победитель. Но благодаря Богу, который является победителем, мы также с вами, друзья, являемся победителем. Потому что один из тех говорит, они победили его кровью Агнца. То есть благодаря крови Иисуса Христа тех, кто поверил в него, тех, кто последовал за ним, они также являются победителями и могут победить грех. Мы понимаем с 11 стиха 12 главы Откровения видим четко и ясно, что они победили его кровью Агнца. Нет другого спасения под небом, как только через кровь Иисуса Христа. То есть мы можем победить дьявола, почему? Потому что Христос уже победил. И это является самым центральным моментом, якорем нашей веры и нашего исповедания, потому что это является тем моментом, который мы понимаем, что принимая смерть Иисуса Христа мы получаем спасение. Но я знаете, в этом тексте хочу подчеркнуть еще одну интересную деталь. Тут сказано, они победили его кровью ягненка и словом своего свидетельства. О чем это говорит? Ну, лично для меня. Это говорит о том, что просто вербально признать, что я верю в Иисуса Христа и в его смерть, этого недостаточно. Должно быть еще словом, то есть свое свидетельство. А что такое свое свидетельство? Это личный опыт, который мы переживаем в наших взаимоотношениях с Богом. Когда мы говорим о первоапостольской церкви, мы же знаем, сколько преследований они терпели. Ну, то есть, как Павел потом скажет, сколько было распилено, сколько было там зашито в козьей коже, сколько было сожглино, кострах и так далее. Это было свидетельство их того, на чьей они стороне, избрали Богом своим. И мне кажется, что сегодня искушений не меньше стало. Они в другой форме, они по-другому себя проявляют, но все равно должно быть какое-то свидетельство того, что мы приняли Иисуса Христа как Бога и как своего Спасителя. И этим свидетельством как раз и является наша верность тем принципом, который Христос оставил на страницах Священного Писания. И читая последние слова 11 стиха, это тоже очень важно, и не возлюбили души свои даже до смерти. То есть эти люди настолько приняли вот этот дар спасения, что они не переживают за свою жизнь. Это стало самое главное для них. это не важно, будут они убиты, они дождутся Господа живым, это не важно. Важно их взаимоотношение на основе свободы и любви к Богу, что Господь их любит, и Он сделал все для их спасения. А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для нее Богом, и там ее кормили в течение 1260 дней. Женщине были даны два огромных орлиных крыла, чтобы она смогла улететь в место, приготовленное для нее в пустыне. Там ее будут кормить в течение года, двух лет и еще полугода, в недосягаемости дракона. Змей выпустил из своей пасти поток воды, словно реку, чтобы женщину унесло этой рекой. Но земля помогла женщине, она раскрылась и проглотила реку, которую дракон выпустил из своей пасти. Как мы уже упоминали, очень много символики, но здесь дан определенный исторический период 1260 дней, а также в 14 стихе мы видим другой временной период, времени, времен и полувремени. Как мы можем этот момент расшифровать и о чем здесь говорится? 1260 дней и время, времена и полвремени это то же самое, потому что время это год, времена это два года и полвремени это, то есть получается три с половиной года это те же 1260 лет. То есть это просто повторение или если бы мы сказали в библейском понимании это усиление той мысли, которую автор хочет передать. Есть одна деталь, если мы тут символически воспринимаем и женщину, и дракона, и реку, и землю, то конечно же скорее всего символически нужно воспринимать и этот отрезок времени. это время нужно считать не буквальные дни, а годы. И если мы смотрим, а нам сейчас уже намного проще, потому что мы теперь смотрим назад, а не вперед, то действительно мы видим, что система, которая переследовала христиан, она просуществовала как раз 1260 лет. А какой это исторический период? Вы помните, о чем здесь говорится? Какие года приблизительно, чтобы мы имели понятие? Это 538 по 1798 годы. Так, что случилось в эти годы? Значит, в 1798 году произошла Великая Французская Революция, насколько я помню, и была свергнута окончательно власть Рима католической системы, была проволошена свобода, и таким образом был положен конец этому периоду жестоких притеснений так называемого темного средневековья, когда церковь была господствующая и притесняла всякую возможность свободомыслия и изучения Слова Божьего. А начало этот период начал с 538 года приблизительно с Юстинианого кодекса, где он дает полное управление земель и дает полномочия папству, для того, чтобы он из того времени 1260 лет, приходим на 1798 год, где Бертье, французский полководец, арестовывает папу Римского, где он позже умирает в ссылке, и этим самым было сломано вот это правление на протяжении 1260 лет папской власти, которая она, мы знаем четко и ясно из истории, где она убивала, уничтожала, притесняла всех людей, которые инакомыслили в этом плане. Мне кажется, что тут стоило бы еще сказать о том, что вот как раз в этом отрывке о женщине мы уже говорим как о новозаветной церкви. И вот интересно то, что тут же используются еще символы река, суша или сухая земля, и оно тоже имеет свое значение. В Библии есть такой стих, который говорит, что воды это народы. Это книга Даниила уже, где тоже идет объяснение видений, которые Даниил видел во время Ветхого Завета. И мы применяем тут тот же метод. То есть, если женщина убежала в сухую землю, это означает, что церковь была в это время гонима и преследуема. И она пряталась в скалах, в горах, в пустынных местах, чтобы избежать уничтожения. Вода, которая была выпущена драконом, но если вода это народы, то опять-таки это преследование, это войска, которые, ну мы говорим, инквизиция. Что такое инквизиция? Это же было военные, ну то есть, по сути, военные гарнизоны, которые занимались духовным воспитанием общества. Если ты с помощью армии стараешься воспитать христиан, то, конечно, последствия будут уже очевидными. Но, как мы читаем здесь, что несмотря на жесткие гонения, о которых мы уже говорили, мы же понимаем, ну то есть, тот, кто вникает в историю, он знает, почему именно мы говорим о католической церкви, да? Потому что это уже было отступившее христианство, через которое, к сожалению, дьявол начинает действовать. Мы знаем, что в это время Библия не разрешала считаться простым людям. Да даже священники ее не читали, у них была литургия, по которой они совершали служение. Библии были там где-то прикованы в монастырях цепями к стенам, и только избранные могли ее читать. Никогда Библию не переводили там на понятный для простого человека язык. То есть, она была, по сути, она стала мертвой книгой, потому что ее священники мало кто читал, а те, кто даже имел Библию, по большому счету, она была написана на языке, на котором люди не общались, не говорили. И поэтому она была для большинства людей, она была мертвой книгой. И только вот с начала 16-го столетия, когда мы, как мы скажем, начинаются реформационные движения, Библия переводится на немецкий язык, Библия переводится на английский язык, она становится доступной для народа. Ну и, наверное, как эпогей, вы уже сказали, это 18-е столетие, когда Наполеон окончательно свергает власть католической церкви, политическую, я бы так сказал. Но мы же понимаем, что тут и радоваться-то сильно не очень есть чему, потому что на смену этому движению приходит, как мы уже сегодня, ты сказал вас вначале, атеизм, приходит теория эволюции, да, да, к сожалению, вот непростой путь, но вот этот отрывок говорит, что Бог все это время хранил свою церковь. Да, вот мне знаете, что нравится, друзья мои? Значит, второй текст говорит, что она носила ребенка под сердцем, кричала, страдала и мучилась. Но, значит, я посмотрел тут один комментарий, мне понравилось, как автор объясняет эти тексты. Эти тексты вообще не имеют никакого отношения к мукам и крикам, которые испытывает женщина в природах. Это больше относится к мукам и крикам, которые испытывает народ Божий, который стинает и кричит Богу. Помните, когда-то он сказал, я услышал вопль народу моего и пришел его избавить из Египта. Вот нечто подобное Бог слышит и приходит, чтобы появился этот младенец. Потом он этого младенца, интересно, что текст говорит о том, что она была, ушла в пустыню, потому что там было приготовлено для нее место Богом. И он ее укрывал. То есть, с одной стороны, эти 1260 лет, это такое время, как бы, да, страшное, тяжелое, но с другой стороны, написано, что Бог взял младенца к себе, а мы понимаем, что Христос умер и после смерти отправился к Отцу, то его смерть, это тоже было как забота о нем. Бог его забирает к себе. И Бог заботится о церкви. И вот Роман подметил, что в 13-м тексте уже церковь Нового Завета, но текст про Орлиные крылья, на которых Бог носит эту церковь, это же текст из Ветхого Завета где в Второзаконии Бог говорит о той церкви, То есть, видим-ка, эта цепочка, она неразрывна. У Бога это одна церковь, единственная. И на протяжении всего этого времени, что для меня важно, друзья мои, что Бог, он всегда заботился об этой церкви. Он никогда ее не стрелял один на один с драконом. Никогда он ее не бросал. Он всегда предусматривал возможность сохранить и сберечь эту церковь. Разделился дракон на женуту и отправился воевать против потомков ее, оставшихся верным Богу, против тех, кто заповеди Божьи соблюдает и хранит свидетельство Иисуса. Этот стих кроет в себе очень много информации. Итак, во-первых, дракон рассверепел. Почему? Какая причина была его злости невероятной? Ему не удалось уничтожить младенца. Христос все же вышел победителем, несмотря на все искушения и старания сатаны. А во-вторых, ему не удалось уничтожить христиан. Я вспоминаю те моменты из истории, когда сжигали еще в Древнем Риме, убивали, сжигали верующих и говорили, что каждая смерть она была семенем. Тот люди, которые видели, как эти христиане горящие на кострах поют и прославляют Бога. Они задавались вопросом, а что это такое? Почему? Почему они не проклинают своих врагов, а они молятся? Почему они не нарекают на Бога, а они благодарят Его и за спасение, за то, что у них есть возможность пострадать, так как Господь пострадал за них? Это было невероятным семенем. Дьявол думал, что он этим уничтожит церковь, а ничего не получилось. Мы знаем из истории, что когда их сжигали очень массово, то люди ожидали, что будут крики, вопль, но они вместо этого слышали пение гимнов. И это было просто невероятным шоком для людей. Но давайте вернемся к нашему тексту. Здесь очень интересно говорится, что рассверепел дракон на жену, но пошел воевать с кем? С прочими от семени ее. Вот о чем здесь речь идет? Вроде бы логически надо было, чтобы он пошел воевать с женой, а с кем он пошел вести брань свою? Ну, если мы смотрим книгу «Бытие», где в общем-то дается библейское пророчество обетования, что змей, дракон будет воевать с женой и с семенем ее, с потомками ее. И вот это слово семени или остаток, потомки, оно постоянно прослеживается в Священном Писании. Мы его видим очень часто, встречаемся с ним. И оно как бы объединяет перед собой три категории. С одной стороны, остаток это тот, кто уцелел, кто был спасен. Ну, например, Ной был спасен семьей своей после потопа, а не остаток Божий. С другой стороны, вы помните историю с Ильей, когда он сидел в пустыне и говорил «Господи, один я остался». Он говорит «Нет, нет, подожди, у меня еще есть семь тысяч верных». То есть остаток это тех, кто остались верными. Это тоже очень важно. И мы видим, что значит у этой жены у нее есть те верные, какие-то верные, те, которые сохранились, которые были оставлены, которые сохранили какую-то верность. И дальше этот текст говорит, как они характеризуются, эти верные. Этот остаток. Вот какие именно две основные характеристики есть у этого верного остатка? Ну, тут написано, что те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру и веру Иисуса или свидетельство Иисуса Христа. Я знаете, о чем думаю? Это в какой-то степени это страшно. Но я вспоминаю слова Иисуса Христа, когда Он говорит, что много призванных, но мало избранных. И это не потому, что Бог избирательно относится к людям, но мало тех, кто искренне будет идти до конца, останется верным Богу в этом хождении с Богом. И вот мы видим церковь, я вернусь вот к этому образу, который тут есть, мы видим вот эту женщину, и мы видим, что только остаток у этой женщины, они будут названы последователями Иисуса Христа. То есть, несмотря на то, что христиан сегодня в мире так много, не всех их Бог назовет остатком. здесь вот принцип какой есть, да, те, кто соблюдают заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа имеют. Это точно так же, как это было и в ветхозаветной церкви, да, в израильском народе. Вот Саш только что вспоминал, ведь все были евреи, да, во времена Ильи, все они были евреями и считали, что они избранные Богом, но только семь тысяч было тех, кто остался верен Богу. Вот точно так же это может быть и в наше с вами время. И для нас важен этот отрывок тем, что он, как мы часто говорим, он показывает нам адрес тех, кто является сегодня остатком Божьим. То есть две категории. Они должны верить в Иисуса Христа, исповедовать Его своим Господом, учить принципов, которым Он говорил и соблюдать заповеди Божьи. Но Священное Писание говорил, что в свидетельстве Иисуса Христа есть Дух Пророчества. И именно особое движение, которое было возникнуто Богом, как Василий сказал вначале, противостоять всем этим новым течениям, оно имело и имеет этот дар Духа Пророчества. И хотя дар Духа Пророчества проявлялся и в другие времена, но в последнее время оно было проявлено в особой мере, в особой силе. Это очень важный признак друзья мои, чтобы понять где вы сейчас находитесь и куда вы идете. Да, здесь настолько важно описывается вот этот остаток, что не остается никакого сомнения о ком здесь идет речь. Ведь смотрите, говоря о сохраняющих заповеди Божьей, в принципе сегодня многие христианы признают заповеди Божьи. Вроде бы не убей, не пролюбодействуй и другие течения никаких не имеют проблемы. Но кто соблюдает именно весь закон, потому что мы знаем, что Священное Писание четко ясно пишет, нарушив одну из заповедей, ты нарушил что? Ты нарушил весь закон. То есть только целостный закон является тем показателем, что ты соблюдаешь заповеди Божьей. Ты не можешь принять девять и отбросить одну. Ты не можешь принять семь и выкинуть три. Ты не можешь по-другому, потому что закон есть целостность. И мы видим, что это очень и очень важно. И имеющий свидетельство Иисуса Христа, это уже как Саша сказал, который говорит о том, что особый дар Духа Святого в последнее время для проповеди трехангельской веси, которая предупредит этот мир именно о последнем времени. Пожалуйста. Я хотел бы чуть-чуть вернуться к 16 тексту, потому что здесь говорится о том, что земля поглотила эту реку, реку лжеучений. Понимаете? Вот не зря здесь говорится о лжеучениях. Мы вспоминаем с вами, как земля в Ветхом Завете, когда Бог уводил израильский народ. Вы помните, она история разверглась и прямо поглотила тех, кто сеял там уже учения. И вот эти свидетельства Божьи, кто такие верные, это те, которые собирают заповеди, имеющие свидетельство Иисуса Христа, они как раз в контракте с рекой, которая является лжеучением. И Христос об этом очень много говорит, что будет много лжеучителей, много лжетечений. Поэтому мы должны, друзья, каждый раз задавать тебе вопрос. Мало того, что я хожу в какой-то храм, мало того, что я схожу на службу, ставлю свечи или совершаю какие-то обряды. Я знаю истину или не знаю? Я следую этой истине или я не следую? Я просто плыву по течению этой реки, которая просто меня несет. Очень непростой выбор для современного христианства, согласитесь. Мне кажется, что когда люди жили еще сто лет тому назад, не умели читать, писать, и они говорили, ну, как священник сказал, так и делаем. Намного было проще. А сегодня, когда вот есть таких передачи, как наша с вами, и у каждого есть Библия, и передач таких, как наша с вами, много, очень непросто. Но это как раз говорит о том, что сегодня каждый человек несет сам ответственность за свое познание Бога, за построение отношений с Богом. И каждый должен, как сказал Христос, исследовать Писание и разбираться, что есть истина, не полагаясь на то, что кто-то где-то что-то сказал. И я бы сказал, что и наши мысли, то, о чем мы здесь говорим, это тоже надо поддавать исследованию, чтобы это было мое мнение и мое решение, которое я получил на основании исследования Священного Писания. Дорогие друзья, мы являемся участниками великой борьбы. Нет, не борьбы с Китаем или на Ближнем Востоке, а войны или борьбы, которая проходит за умы каждого человека на этой земле. И сегодня от вас зависит, кому вы будете принадлежать. Проверьте себя. Очень просто. Ведь дан был четкий, ясный показатель. Соблюдаете ли вы заповеди Божии? Имеете ли вы свидетельство Господа Иисуса Христа? Хотите ли вы быть в этом остатке? Если вы еще не приняли Господа в сегодня момент, примите Его. Если вы чувствуете, что где-то вы не шли тем путем, который Господь указывал, встаньте на колени. Попросите, Господь изменит вашу жизнь. И я уверен, что вы найдете правильный путь, если будете исследовать Слово Божие. И наша молитва именно об этом вместе с вами. Дорогой Господь, мы благодарим за этот урок, который мы сегодня размышляли над Словом Твоим. Мы благодарны, Господь, за то, что Ты посещаешь каждого из нас. Мы просим, Господи, благослови также всех наших зрителей. Ты укрепи их. И если кто-то где-то чувствует, что не имеет таких отношений с Тобой, Господь, которые Ты описываешь в Священном Писании, или они еще не являются этим остатком, или, может быть, они Тебя еще не приняли, Духом Святым коснись, Господи, чтобы они отдали свою жизнь в Твои руки. Потому что мы являемся участниками этой великой борьбы, этого великого противостояния между Иисусом и Сатаной. Но мы знаем, что Ты, Господь, победил. Поэтому мы хотим быть только на Твоей стороне. Аминь. Аминь. Аминь.